Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, 20, день 90. Мы продолжаем играть в Final Fantasy эпичнейших, эпичнейших летсплеев и самое мое длинное прохождение, которое я записываю с комментариями и называется это по-научному летсплей. Вот, как-то так. В прошлом эпизоде, который я снимал, наверное, уже почти две недели назад, давненько, да, я давненько так не записывал ничего, поэтому мы с вами остановились в башне миражей. Нас тут значительно покоцали, было больно, но мы выжили. Сейчас за кадром я подлечился. Ну да, в общем, вот так дела у нас обстоят. Если хотите вспомнить, что было до этого, посмотрите предыдущие эпизоды этого летсплея. И, значит, ничего говорить не буду. Тут мы собрали в прошлом эпизоде все сундуки. И на самом деле, знаете, какой я нашел сайт? Где находятся карты, карты уровней практически всех NES-овских игрушек. Ну, по крайней мере, самых известных. Вот, и я немножко туда подглядел, потому что, ну, не знаю, интересно было. Потому что не хотелось что-то такого пропустить, знаете, важного. Ну, и я, кажется, уже упоминал о том, что в этой игре очень легко упустить какое-то помещение или сундук, а просто вот так вот блуждать, еще и в прямом эфире, это очень много времени займет, и неизвестно, куда идти, постоянно случайные битвы, и это неприятно. Поэтому, мне кажется, иногда могу пользоваться вот такими вот картами, чтобы хоть приблизительно знать, куда идти. Вот это вот подземелье, вернее, башня миражей, она само по себе, она не длинная. Просто оно как лабиринт немножко все. Да, так, сейчас, во-первых, вот почему лабиринт. Я помню комнату по карте. Кстати, что еще? Нам осталось совсем немножко. Котоит. Котэ. Так. И чё вы? Чё-то я вас не помню, ребят. Я не хотел, если честно, убегать в Виве, но если так получится, значит получится. Давай посохом прямо в рот ему, в лицо. Ага, ну это критический. Я надеюсь, что не по всем будет критический удар. Потому что я вначале подумал, что... Клод получил критическое повреждение, и... Я думал, что это не критическое повреждение, и будет очень больно всем нам. А, атака, один урон. Хорошо, слабенький враг. Мы, во-первых... Давайте я сейчас вспомню и для вас, и даже в первую очередь, наверное, для себя, потому что я уже... Ага, вот что не умею делать, отравлять. Ну, ничего страшного. Урон небольшой, а зелий у нас более чем достаточно. Так, пить очищение. Вот так вот. Если она успеет это сделать, будет замечательно, потому что... Очень лень за кадром это всё делать. Ну, у Виви, конечно, с его оружием потрясающий урон. Роза показывает всем средний фалец, и очищается от действия яда. Ну, а теперь прошло время защитника оранжевого меча Клода, который убивает Катоида одного. Отлично. Ну, и Янг завершит всё это грязное дело. Ударив шесть раз кулаком, и за это время даже не могли его заметить. Я думаю, его ловкости позавидовал бы сам Брюс Ли. Ну, на то он и монах, ещё и такой натренированный в таких вот страшных, опасных боях. Которых, которые мы сейчас с вами переживаем. Так. В принципе, Башня Миражей очень лёгкая башня, в том плане, что она не такая, как другие подземелья. Она не столь запутанная. Так. Ну, вампиры, бляха-муха, я их боюсь. Так, давайте, ладно. Лучше будем использовать Вред-2. А Ви будет использовать... Закринание у нас дофига, по большему счёту. Я почти ничего не использовал. И что делать? Нам ещё предстоит без отдыха, после Башни Миражей, воздушный замок. Который будет действительно сложным. Поэтому давайте всё-таки Огонь-2 применим. А если нам, нас эти вампиры будут очень сильно бить, тогда мы просто подлечимся с зельями, у которых мы накупили 99 штук. Которые, тем не менее, надо использовать. А урон, кстати, неплохой даже от второго огня. Не просто неплохой, просто шикарный. Огонь-3, это было бы уже лишнее. Даже Роза в Розе не станет... А, ну вот это, да, не слишком большой урон. Но если Роза вредом своим нанесёт... Тоже неплохо, так, повреждений, тогда этим вампирам не останется ничего, кроме как... Умереть, отправиться в саркофаг и спать. Ну что? Ммм, слабенько. Я ожидал другого от тебя. Моя Розалия. Так вот. Нам осталось совсем немножко. И скоро этот эпичный летсплей подойдёт к своему логическому завершению. Нам остался воздушный замок и ещё одно или пару подземельев. Вот так вот. Но, есть один момент. Они огромные. Как воздушный замок, так и финальное подземелье, которое мы посетим. И не просто огромное, а запутанное. Там будет много ходов в совершенно разные стороны. Некоторые из них приведут в тупик. Вот любили вот так вот делать Скверсофт, когда разрабатывали эту игру. И ничего с ними не поделать. Так. Страж? Таких не было, если я не ошибаюсь. Если, конечно, не совсем всё забыл. Так, ну давайте. Блин. Да не хочу я бежать. Ай, ладно. Ну, бежит Виви, так убежит. Ничего страшного. Ну, как видите, новые враги появляются. Я уже, понимаете, даже боюсь... Пробовать убежать нашими персонажами, как делал это раньше. Ой, вот это вот и весь ваш урон. По Виви? Странно. А, а, по Янгу больно. Странно. Боюсь, потому что... Получается часто так, что монстры здесь... Такие, от которых нельзя просто убежать. С ними приходится драться. Получается, что мы будем просто терять ход. Но это глупо. Я не хочу терять ход лично. Не знаю, как вы, конечно. Боже. Страж по магам вообще минимальный урон наносит. Неужели они такие слабые? Хотя броня у них неплохая. Ну, понятно, они стальные. И вот такие, кстати, робоподобные монстры будут часто встречаться в других частях Final Fantasy. Кстати, я определился. Наверное, ни вторую, ни третью часть на NES я проходить больше не буду. Подожду, когда будет нормальный компьютер. Вот. Когда я его куплю, тогда уже и буду записывать. Так, на следующий этап мы пока не пойдем, потому что нам есть еще что посмотреть. Например, зайти вот в это вот помещение. Где находится много-много сундуков. Хорошо. Давайте вначале левую половину исследуем, а потом правую. Солота дофига, что нам покупать, не имею понятия. Еще четыре катойда. Кстати, я вот не знаю, играет ли роль это сейчас или в первой части Final Fantasy или не играет. Я не упоминал о том, что в следующей части есть еще одна особенность, которая заключается в том, как далеко друг от друга стоят враги. То есть, в следующих частях можно будет не просто, как бы, ставить наших персонажей по порядку. Допустим, боец, монах, ну вот, как мы сейчас выставляли, да. Там можно их поставить ближе к врагам, чтобы они начинали битву ближе. Тогда они будут наносить более большой урон, но и получать больше повреждений. Поэтому в первый ряд обычно всегда ставятся танки. А в задний ряд маги, которые не будут, как бы, сильно бить физическими атаками. Ну, так будет в дальнейших частях серии. Ну, вот я заметил, что Катоиды, по-моему, в прошлый раз появились где-то ближе к левой части экрана. А сейчас ближе к правой. Не знаю, может быть, действительно это уже включили в первую часть. Финалки. Все может быть. Так, ну что, Клод, заканчивай. Можно отрубить голову этому льву. И повесить потом ее где-нибудь на стенке, как трофей. Опыт золота. Все неплохо. Так. Я думал, здесь будет какой-то... Молот Тора! Молот это то, что давно надо было обновить. Кому? Розе. Правильно. Так. Давайте вначале посмотрим, как у нее там дела обстоят. 14 на 31. 26 на 46. Хорошо же. А то получается, что один Виви теперь маг. Ну, блин, у Виви, конечно, шикарная просто рушь. Я не думаю, что молот Тора сильно как-то повлияет на физические повреждения, которые может наносить Роза. Но... Тем не менее, это уже хоть что-то. И, в принципе, редкий предмет, который нигде больше не получишь. А молоты как раз у нас предназначаются белому магу. Зачем нам столько золота? Ну, зачем? Ну, куда его засаливать? Так. Солнечный меч. Это тоже мы сейчас будем проверять. Так. 53 на 123. Неужели это будет еще круче меч? 55 на 118. Так, что-то я подзабыл. Сейчас 55. Да, все правильно. Меч солнца лучше, чем защитник. Меняем, значит, на очередной меч. Вот так-то. Теперь Клод будет еще жестче у нас. Вот так вот. Так. Сундук пуст. Сундук пуст. Сундук пуст. Я уже забываю, что открывал, что нет. Так. Спать просто пора. Вот что. Офигеть! Доспехи дракона, ребят. Я думаю, что это тоже должно быть что-то крутое. Ну, нас всячески подготавливают к финалу игру. К финалу игры. И дают нам самые сильные вещи, которые мы можем найти в этой игре. Хотя, наверное, будет еще что-то круче. Итак, сейчас у нас 74 на 62. 74 на 62. Ну, давайте оставим так. В прошлом эпизоде я поменял опаловый щит на щит агиды, который в английской версии называется Aegis. Это как щит в доте, в которую я являюсь фанатом 2005 года. Да, просто на русский язык перевели агиды. А на самом деле она настолько эпично звучание. Но все-таки опал мы раньше находили. А вот это вот все, что я сейчас одеваю, мы находили позже. И, возможно, будем следовать тенденциям мода, так сказать. Раз она новее, значит, будем носить это. Несмотря на то, что по статистике ничего не меняется. Так, ну а теперь с чистой совестью можно менять уровень. Сейчас еще с роботом надо будет поговорить. Ай! Ой, ай. Ай-яй-яй. Вот тут вот точно нужно что-то делать, что-то решать. Так, вред. Чего боятся василистки? Ну, не помню. Хоть убейте. По-моему, молнии не боятся. Ну, не знаю. Вот окаменевать мне не нужно точно. Потому что у меня мало зелий, которые лечат это окаменевание. Вот. А слишком сейчас расходовать заклинания розы не слишком хочется. Вернее, совсем не хочется. Мы с вами все-таки люди экономные. Минус один. Значит, уже минус один шанс, что кто-то нас превратит в камень. Но пока все складывается в нашу пользу. Сейчас еще наши маги не ходили. Начнем с этого. Роза должна, наверное, как минимум... Блин, ну что ж так слабо-то, а? Наверное, вред 3 надо было использовать. Хотя, 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 ну да. Да, что-то очень слабо. Я ожидал, круче все будет. Нежить она как бы должна... Вот, вот так вот должно было быть изначально все. Нежить изначально должна бояться всего этого. Но у нас есть еще Виви. Правда. Мумии боятся огня, а не молнии. Поэтому, может быть, урон сильный не получится. Вот нельзя было просто, не знаю, не использовать на Василисков это заклинание. Чтобы нам не писало каждый раз вот это вот сообщение. Ну, не могли из Квейрсофт догадаться, что когда-то кто-то будет проходить эту игру на запись. Не, ну что, урон тоже неплохой. По крайней мере, покрутишь им от вреда. Да, неплохо. Мумии, оказывается, не только огня боятся. Хотя от огня, наверное, был бы еще жестче урон. Но мы сейчас... Главная наша цель была не мумии. Главная наша цель была вот эти вот птички. И я надеюсь, что Виви сейчас хоть кого-то убьет из них. Ну, 76. Не знаю, этого ли они боятся, но... Факт в том, что у Василисков, как я когда-то вам говорил, как вы когда-то узнавали, очень мало ХП. Ну, по сегодняшним меркам. На сегодняшний день, как бы, ближе к концу игры. Вот 37 урона, это плохо. Но этого Василиска как раз будет кто-то бить. Или Клод, или Янг. Точно не помню. А, никто не будет бить его уже, да? Так, ладно. Ну, вот так вот как-то будет. Виви своим мечом наносит 104 повреждения. Жалко, блин, я, по-моему, меч Клода как-то тут даже не заценил. Хотя, вот сейчас Клод будет бить. Вот. А еще, если, по-моему, молот Тора, Роза, если первая ударила. Ну, вот. Меч Солнца. Ну, особо, я думаю, слишком много повреждений не прибавилось. Это не что-то такое крутое. Вот когда мы найдем Адамант и вернемся в пещеру к гномам дружелюбным, и нам выкуют какой-то легендарный экскалибр. Вот это будет эпично. Так, ну что, давай пообщаемся еще с тобой, мой дорогой робот. Один из нас убежал вместе с кубом. Он уплыл далеко на запад. Да, если ты в курсе, но ты не в курсе. Я с ним встречался, и куб у нас есть. Правильно? Конечно. Был бы, знаете, какой облом. Ну, мы встречали этого робота с кубом на водопаде, и там мы нашли этот куб. Кстати, это первый NPC, который проходит сквозь нас, и мы, наверное, можем сквозь него проходить. Так вот, нет, не можем. Ну, хотя как-то тут по-странному получается. Так, тут еще такая фигня. Облом бы был в том плане, если бы я забыл вообще про водопад и не знал бы о его существовании. Ну, хорошо, что он хотя бы на карте показан точечкой, да, что туда можно попасть. А так, ну, наугад плыть в этот водопад, не знаю, получилось бы или нет. Я думал бы, что все, что у нас, все, что нам есть, все, что нам нужно, это вот колокол, да? Или нет? Ну вот, я просто пошел бы в башню миражей, дошел до самого конца, оказалось, что у нас нет какого-то квестового предмета. Вот это был бы точно облом. Ну, а так, друзья, так все лучше, блин. Пиролиски, я так думаю, что они будут нас мочить, мочить, жестоко мочить. Так, ну что, огонь 3, я думаю, против таких надо использовать. И хорошо, что Виви ходит первым. Очень хорошо. Ну, не знаю, насколько они боятся огня. Ну вот, да, в принципе, наверное, это глупый выбор, потому что пиролиски, это как бы существо огня, но пиро, это латинский префикс какой-то, что-то такое, означающее огонь. Ну, может не латинский, может что-то это, может это путая, но в любом случае пиро, это огонь. Всегда так было, всегда так будет. Вот, и от этого заклинания у них может отниматься не так много хп, как, в принципе, хотелось бы. Да уж, на самом деле за это время настолько в Final Fantasy вписалось мое летсплеерное расписание, что уже даже тяжело без него представить, мои дальнейшие летсплеи, потому что я привык, что я как бы параллельно прохожу две игры, да, они стоят на голосовании и так далее. Да, видите, получают пиролиски очень мало урона, но хватает даже 48, чтобы их убить. А 31, наверное, не хватит, конечно же. Это уж слишком мало, слишком. Но Янг бьет как раз этого, хорошо. Так вот, после завершения файб-финалки, буду какую-то третью игру проходить параллельно с двумя другими. Начинал финалку еще во время Зельды, которую я прошел черт знает когда, я про Зельду вообще уже забыл. Кстати, вторую часть надо будет как-нибудь попроходить. Обязательно. Ну, надеюсь, вы не против, чтобы пользоваться картами иногда, чтобы подглядывать, что к чему и куда нужно идти, потому что можно заблутать очень недурственно. Хорошо. Но тут мы уже почти дошли. И на этом этаже нет никаких сюрпризов, блуждать больше не надо, надо просто заходить. Так, неожиданная атака двух церберов, которые используют пламя, наносящее 3 урона. Хотя, возможно, у Клода паловые какие-то, паловая броня, которая защищает нас больше, чем других персонажей от огня. Но, ааа, боже мой. Ребят, вы морально устарели. Церберы, блин, ну какие вы церберы? Церберы должны защищать ворота ада. И они должны быть страшными, понимаете, с такими именем. Они должны быть грозными, свирепыми, злыми и жестокими. А вы не такие, вы добрые, маленькие котики. Кстати, нет, вообще это собаки, да? Насколько помню, вообще, ну как в мифологии, церберы должны быть псами с тремя головами. Ну, вроде бы. Так, а, поэтому незаметно. А, или, или, ну да, вроде 3 головы должно быть, и хвост в виде змей, или что-то такое. Но, в этом они соответствуют. Так, что-то я слишком научно начал говорить, кому это нужно. Так, может использовать на всякий случай лёд 2. А вот скорость-то хорошая, заклинание, не хотелось бы. Не хотелось бы, блин, не знаю. А, кого атакуют? Ладно, попробуем так. О, вот молот Тора. Ну, 34 урона неплохо, но он такой розовый, прикольный. Так, ну, Янг с Клодом, я думаю, справятся без проблем. Нужно будет потом, как зайду в подземелье, не в подземелье, а воздушный замок. Воздушный замок уж точно трудно назвать подземельем. Это самая высокая точка, на которой мы будем бродить в этой игре. И там мы найдём, как вы помните, последний кристалл. То есть, как мы долго, сколько, 20 эпизодов, это 20 эпизод. 20 эпизодов мы охотились за кристаллами, а это уже больше 9 часов реального времени. И, наконец-то, осталось совсем чуть-чуть, чтобы исполнить пророчество Лукана и найти кристалл четвёртый. Но, как вы понимаете, будет всё ещё намного сложнее, когда мы найдём этот кристалл. Так, эээ... Синий дракон. Я вроде бы сохранился перед этим, или не помню. Факт в том, что это мини-босс. И, блин, как-то его надо валить. Скорость... Ну, он не сильный босс. Всё-таки мы, по-моему, всё-таки уже сражались. Точно не знаю, но мне кажется, что Янг и Клосс с двух атак могут его убить. А может и нет. Он использует против нас гром. Оооо, я не ожидал, что урон настолько будет офигенным. Ну, может быть, это просто судьба? Янгу всегда достаётся больше, чем остальные. И уровень защиты тут ни при чём. Защита Шин не охраняет вас от заклинаний. Если в других там РПГ, или в следующих частях Файнал Фэнтези... Нет, по-моему, никогда не было магической защиты, или что-то в этом роде. Ну вот, Янг один удар нанёс и убил. Ну просто, блин, хреново, что эта рептилия успела нанести такой недурственный урон по нашим персонажам. Так, давайте подлечимся. Вы не против? А вдруг сейчас будет ещё какая-то битва, а... Янг уже при смерти. Он хоть и монах, но у него он не человек, а не кошка. У него не девять жизней. Умрёт и всё. Можем, конечно, воскресить его, но... Можем и не воскресить. Может, на более важный этап игры потратить воскресенье, когда у меня уже зелий вообще не останется. Но надеюсь, что такого не произойдёт и к окончанию воздушного замка. Ну я так подозреваю, что где-то ещё, наверное, 4 или 5 эпизодов будет, или что-то в этом роде. А может быть меньше, а может... Короче, плюс-минус. Вот как-то так. Давайте хотя бы до 200 доберёмся. Так, хорошо. Здесь пообщаемся с ещё одним типочком. Который говорит, чтобы подъёмник заработал, нужен куб. А куб у нас есть. И... Ух ты, блин. А красиво, как здесь всё выглядит, правда? Хм. Я смотрел на карте, как бы, этот уровень. Блин, на самом деле он очень большой и очень запутанный. И... Конечно, ещё более большой запутанный будет финальное подземелье, но... Воздушный замок, вот как он себя представляет. Кстати, вокруг звёзды или что-то такое, да? И мы находимся сейчас прямо в воздухе. Неплохо придумали разработчики. Ну, в принципе, часто такое будет повторяться в следующих частях Final Fantasy. Ну, что мы будем в разных точках драться, в разных условиях, в разных, там, климатических зонах. И... Ну, в общем, в разных абсолютно локациях. Но, знаете что? Я, наверное, пока что закруглюсь. Я просто посчитал своим нужным, как бы, после своего возвращения, вот что я опять неделю, как бы, отсутствовал на Ютубе. Ничего не записывал, ничего не выкладывал. Я посчитал нужным записать, как бы, все три игры, которые мы сейчас с вами проходим параллельно. Ну, и слишком сейчас затягивать не хочу, времени сейчас на это не особо нету. Давайте на этом остановимся. Вот, а уже со следующего эпизода будем проходить Воздушный замок. Давайте, договорились? Ну, тогда, друзья, спасибо вам всем за то, что смотрели этот летсплей, за то, что еще будете продолжать. Надеюсь, что вам интересно. В ином случае, я думаю, вы не смотрели бы. Вот. Ну, факт в том, что мы заканчиваем, я не буду трепать языком. Спасибо вам всем еще раз за просмотры. Но оставайтесь на линии, потому что дальше нам будет стоять еще действительно много интересного. Спасибо.